Всем привет из Крыма! Сегодня у нас второй день лета. И вот такие вот у нас пляжики. Ну понятно, потому что коронавирус никуда от этого не деться. Поэтому туристический сезон пока не начался. Кстати, по поводу туристического сезона. Везде по радио, по телевизору говорят, Крым зависит от туризма. Денег в Крыму больше вообще никак. Все из дюджета. И вот по поводу этого хотел вам немного показать. Вот смотрите, вот у нас в Крыму есть предприятие Massandra. Пожалуй, один из самых знаменитых заводов даже мира, я вам скажу. Это не только один завод в Ялте. Сейчас их, если не ошибаюсь, 8 предприятий громадных по всему Крыму с громадными виноградниками. Так вот, ну в Советском Союзе понятно, он был государственным. При Украине он тоже был государственный, мало того, он имел статус национального предприятия. В 2014 году, когда Крым перешел к России, это предприятие было национализировано и тоже перешло к государству. То есть все доходы от этого предприятия получало государство. И вот в этом году вот этот завод Massandra будет продан с молотком. Он станет частным. А что это значит? А это значит, что все деньги пойдут уже не в бюджет Крыма, вся выручка, а пойдет в карман какому-нибудь дяде, олигарху. Олигарх станет еще богаче, а бюджет Крыма недополучит очень много денежек. Чтобы вы больше представляли, вот смотрите, какой у нас тут пляж каменистый. Видите, сколько много-много-много камней. Вот представьте, что это денежки, которые дает предприятие Massandra за год. Ведь оно работает круглый год. Если раньше все вот эти камушки, все эти деньги поступали в бюджет, то теперь бюджету достанется один всего камушек. Вот такой. Да, примерно вот такой. А все остальное, угадайтесь, куда денется. Российские банки продолжают вывозить золото за рубеж. За апрель туда отправлено 4,5 тонны. Это на 15 процентов больше, чем в марте, отчитывается ЦБ. Запасы золота сокращаются уже полгода. Крупнейшим и фактически единственным продавцом в апреле выступил Сбербанк. Интерфакс пишет, что даже в условиях карантина работает специальный авиамаршрут из Москвы в Лондон. Слитки возят минимум раз в неделю. А ведь бюджет-то надо пополнять, а пополнять будет нечем. Как обычно, взлетят налоги, взлетят цены и все остальное. Так что вот такие вот маленько грустные вести из Крыма. Ну и в принципе на этом все. Всем пока! До новых встреч! Увидимся! Всем пока! Не болейте! И не надо ехать в Крым, пока вирус не нужен! Сидите дома! Сидите дома! Сидите дома! Продолжение следует...